Привет, народ! Продолжаем рыбалку, продолжаем тестирование сломанного спиннинга Абу-Гарсия Мазбит. Третья рыбалка, сломать не получилось, склейка держит, спиннинг работает, рыбы ловятся. Крупный, правда, нет. Погода полная дерьмо. Пытался поймать карася, поймал одного. Перешел туда же, сейчас приехал, переехал, вернее, туда же, где я ловил окушков. Крупных с того времени не было, были обычные, и те с трудом. Ловить будем на свинцовую мормышку, вот на эту они лучше клевали окушки по дну, и берклевский магот. Так, вот место склейки, я не знаю, видно вам или нет. Я думаю, видно. Все абсолютно целое, все абсолютно работает. Так, в связи с запланированной покупкой комплекта Абу-Карабуз, спиннинги выглядят абсолютно идентично, как Абу Мазбит Экстрим для японского рынка, второй версии, только цвет другой. Катушки там свои, почему-то тяжелые, зараза. Тысячник весит 206 грамм с двумя шпулями. Но это не с двумя шпулями взвешенные. Поэтому предлагаю вашему вниманию этот спиннинг, кто там не боится. Потому что я его на трех рыбалках уже протестировал, и на корягах, и на рыбе никаких проблем. Ни с забросами, ни с выважами, ни с игрой. Так как он ремонтный, послеремонтный, цена будет вдвое дешевле, чем оригинального. Соответственно, вместе с катушкой, ну пусть будет для всех 5 тысяч, для подписчиков 4,5, то есть 500 рублей скину. То есть вместе с катушкой вот этой Абу Гарсии Кардинал 80, хоть она и прям с историей, это моя первая иностранная катушка, зато оказалась вполне хороша для мормышинга. Вот, например, если видно, я надеюсь, что видно, профиль намотки 0,1. Катушка сделана в 98-м году и никогда не рассчитывалась на такие диаметры, как сейчас. И у нее три шпули, то есть я, правда, ловлю на 0,1-ю дорогу, но вообще сейчас у меня с собой три шпули с разным диаметром лески, очень удобно для мормышинга. То есть можете, например, на одну нанофил, на другую полиэстер, на третью монку. И в зависимости от того, что там у вас, какая ситуация, соответственно, сможете менять. Даже с учетом того, что восстановлена вершинка, на мой взгляд, довольно привлекательный комплект получается. То есть ловить можно все-все-все везде и на мормышку, как вы любите. Так, вот такие пироги. Наберу, соответственно, если сумму... Ну, не если, а наберу, потому что спиннинг уже заказан. Карабуз. Катушку я ищу где подешевле взять и, соответственно, пока денег на нее за счет комплекта возможно выручить. То есть цена комплекта будет ценой катушки. Так что смотрите. Я думаю, вполне интересный вариант. Потому что более дальнобойного спиннинга, пригодного для ловли на мормышке, я пока не видел. Если нужна достаточно большая дальность, то пожалуйста. Все остальные у меня были несколько ближе, бросали, но этого хватало. Сегодня, видите, погода совсем подкачала. Соответственно, рыба не клюет абсолютно. Ни у поплавочников, ни у кого. На одном из прудов видел огромную стаю карася. Умудрился одного выцегонить, но они не хотят клевать. Они просто стоят почти сплошной стеной и что-то там подбирают с поверхности. И то, что там ниже, их не интересует. Вот так комплект работает. Было бы, конечно, интересно нагрузить его реальной рыбой, а не корягами. Но с корягами он справлялся. Уже неоднократно после того. Я уже, конечно, с оглядкой. Стараюсь его как-то там жалеть, но все-таки ничего с ним не делается. Ремонт можно считать и успешным. Я этим комплектом наловился. В принципе, вот мне обычно там, ну не знаю, 5-10 рыбалок хватает, чтобы разобраться, что за комплект, как им ловить. Дальше мне хочется попробовать что-то новое. Поэтому комплекты у меня уходят практически в оригинальном состоянии. Тут, к сожалению, я умудрился его сломать, не склеил, конечно. Но это вы все на канале можете посмотреть. Процесс ремонта. И, соответственно, одно видео после ремонта выложено. Сегодня выкладывать особо нечего. То есть рыбы нет. Ну вы сами видите. Ну, наконец-то. А это похоже... Что похоже-то? Окна есть. С трудом, но вымучил. Понадеялся, что это карась. Хрен-ла. Карась безмолвствует. Местные говорят, как тепло ушло, перестал совсем клевать. Любой. Если не клюет, вы хоть упрыгаетесь. Я уже говорю, на какие только приманки сегодня не ловил, а какие только марбышки не ставил. Результат нулевой фактически. Ну как нулевой. Один карась, один лов. То есть от нуля ушел, но недалеко. Вот люди какой-то безумной чувствительности от мармышингов и спиннингов ждут. Вот сейчас смотрите, половина времени, половина проводки. Леска была вообще не натянута фактически. То есть мармышка там где-то играет, конечно, но леска провисшая. И она плывет просто по поверхности воды. По каким признакам вы будете определять, что рыба клюнула? Удара бешеного точно не будет. Особенно если рыба пассивная. Вы будете смотреть по леске. Поэтому яркие лески зачастую, это очень даже неплохо. Ну даже та, которая вот сейчас вообще абсолютно... Опа! Видите, есть рыба-то. И опять по леске скажет, почему не по-моему. Вот нормального размера мармышинговый окушок второй. Вымочил. В идеальных условиях у вас поклевка будет в руку. В большинстве случаев, как вот дуга из лески, всякое там течение, еще чего-нибудь, рыба может просто повиснуть. Хорошо так, а может вы вообще просто ничего не почувствуете. Но это если вы на мону ловите. Тот же дунаевский полиэстер гораздо более высокую чувствительность обеспечит вам. Ну и будете за каждой проводкой следить. В плане того, что здесь вы следите просто за леской. А там вы будете следить, чтобы не было петли. Опа! 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 А вот и оно. Тихо. Ну, это не такой большой. Ну вот вам, пожалуйста, вот вам. Работа бланка под нагрузкой. Видно, наверное? Вот, пожалуйста, вот я его. Помучаю окуню. Даже рыбу подниму на нем. Ничего не ломается, видите? Так. То ли окунь проснулся, то ли одно из двух. Я его пока положу. Если убежит, значит убежит. Так, так что работа, видите, спиннинга в динамике, пожалуйста. Вот у вас та же самая вклейка, с которой ничего не происходит. Работа фликционной катушки 98-го года. Так что, та цена, которую я за него прошу. То есть, фактически для вас это 4,5 тысячи рублей. А мне катушка Карабас, которая весит аж на сколько там? На 26 грамм больше, чем эта. Ну, просто хочу очередной шанс современной Абу Гарсии дать, потому что я ее уважаю, как старую фирму с именем. Но каждый раз она меня чем-нибудь не радует в современной ее ипостаси. Пустим, пчел ноги. Отпускайте рыбу, и она к вам вернется. Пока, окунь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова